Поездки на Украину Всегда волновали Ивана Константиновича В молодости он часто прерывал свое путешествие Оставляя вещи на почтовой станции А сам с альбомом, этюдником и ящиком для красок Шел пешком по степи До какого-нибудь пленившего его тихого городка Или хутора И оставался там на несколько дней В одной из поездок Айвазовский вышел из вагона На небольшом полустанке Поезд стоял, ожидая запаздывающей встречной Мимо с песнями шла веселая гурьба Разряженных девушек в лентах и манистах Парубок в лихозаломленной шапке Подыгрывал на скрипке Здравствуйте, куда идете? Приветливо обратился к ним Айвазовский На веселях, подым-то знаме, паны Задорно крикнула черноглазая девушка А далеко это? Ни, недалечку Он у Тому хуторей Она указала на хутор в степи Тогда вот что Помогите мне вынести вещи из вагона Я пойду с вами О цигарный дило О цигарный пан Парубок отдал черноглазой девушке свою скрипку И поспешил в вагон за Айвазовским Под удивленными взглядами проводника и пассажиров Он вынес два чемодана Айвазовский отдал их на попечение побежавшего путевого обходчика И взял с собой друг альбом Пошел с пришедшей в восторг молодежью О цигарно, о цигарно Я какого гостя на веселя Приведэму Не мог успокоиться Парубок И тут же начал под пение девчатку Житься в танце Вокруг смеющегося старого художника Появление Айвазовского в доме невесты вызвало переполох Но все успокоились и заулыбались Когда Парубок Василь Оказавшийся братом жениха Рассказал, что пан художник сошел с поезда Чтобы присутствовать на деревенской свадьбе Возле хаты стояли телеги Запряженные разномастными лошадьми Игревы были разукрашены лентами и бумажными цветами Уже все готово, чтобы ехать в церковь Ждали только Василя А вот и он, и с каким гостем Красивая синеглазая невеста Застыдилась и прикрыла лицо Пышным вышитым рукавом Когда Айвазовский встал перед ней и поклонился Ну, Христя, желаю тебе счастья в замужестве А это тебе подарок Носи на здоровье Айвазовский подал девушке бархатную коробочку Любопытство переселило застенчивость Девушка-рубка открыла коробочку и скрикнула На зеленом бархате переливались Оправленные золото крупные сапфир Таких она и во сне не видела Христя, венчайся у них! Закричали подружки И тут же одна подскочила Вынула из ушей невесты Серебряные с розовыми стекляшками Серги и в дело сапфировые Голубые камни оттянили синему глаз И они стали еще глубже Еще прекраснее Через несколько дней после возвращения в Феодосию Айвазовский написал картину «Свадьба на Украине» Она пал на движение В тени больших деревьев у хаты пляшут гости Деревенские музыканты Самозабвенно играют на скрипках и контрабасах Тут же и счастливые молодые Преувеченные весельем Остановились у хаты прежие крестьяне Сварливая жена тумаками гонит домой Опьяневшего мужа Только волы, пряженные ума жару Равнодушны к веселю деревенской свадьбы И меланхолично жуют свою жвачку Вся эта веселая жанровая сценка Вписана в степной украинский пейзаж Пожалуй, это самый известный Сухопутный пейзаж Айвазовского В нем очевидны элементы Жанровой картины Свидетельствующей Об определенном этнографическом любопытстве художника Но и здесь будничность На поверку оказывается Не совсем будничной Романтическая эмоциональность Сквозит в изображении Сельского торжества Сопровождающего венчание молодых Праздничность атмосферы Подчеркивают яркие пятна одежд Контрастирующие с мрачными тоннами Предгрызовых туч Тяжело плывущих над селом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok